И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я расскажу про игру Bearverse. У них очень много конкурсов, я даже как-то занимал второе место в покере. В общем, переходите по ссылочкам в описании, а в этом видео будет розыгрыш 5 долларов в токенах МИР. Начинаем! А 5 долларов получит один из людей в комментариях, кто напишет про Bearverse, свое мнение, как вам игра и все такое. И откуда вы узнали о Bearverse. А итоги будет в моем телеграм-канале, на него должны подписаться, у меня, кстати, там рубрика с 0,400 баксов поднял. Ну и на Ниргеймс подписаться, чат, там все про игры на Нир. Что ж такое Bearverse? Прежде всего, это бесплатная многопользовательская стратегия с моделью, ну и игра, чтобы заработать, созданная для мобильных устройств. Однако, есть еще одно. Bearverse это франшиза. Какой геймплей флагманской игры Bearverse? Это классическая командная боевая игра. Основная механика стоит в том, чтобы объединить уникальные атрибуты медведей и найти синергию, которая поможет вам победить самых сложных боссов. Кстати, все ссылочки будут в описании и советую вам перейти, потому что Bearverse, часто покерные турниры, другие разные активности, где можно выиграть не только вайт-лист проект, но и там, допустим, призывить ДТ. У меня друг несколько раз выиграл в покере, я помню только один раз. Ну и в общем, много всяких активностей, поэтому всем советую подписаться. Сам в них участвую. Также в Bearverse необходимо создать свою команду с уникальными медведями, ну и победить своих противников. То есть, в игре надо думать, собирать хорошую команду. Теперь лор мира Bearverse. У Bearverse большой интересный лор игрового мира. 11 кланов медведей с разными верованиями и философами пытаются объединиться перед лицом конца их замерзающего мира. Такс. Летающий мегаполис несёт их к тёплому закату, месту, где по легенде избранный сможет вернуть тепло миру. Лор игры. Это попытка ответить на множество вопросов. Как антроповарные медведи и другие животные отреагируют на конец света? Какую роль будут играть в их обществе всеядные, травоядные, плотоядные? Какие философские и религиозные структуры они смогут создать? Какие у них будут конфликты? Какие вопросы они зададут? Ну и какие ответы найдут? Давайте представим его фольклорными мотивами и другими нарративными специями. Так, Bearverse это веб-3 игра, основная на блокчейне. Сложно ли для игрока, привыкшего к веб-2 играм? Как разработчики игр, команда проекта пытается создать для игроков бесплатную игроку. Игру. Игроки могут познакомиться с персонажами и погрузиться в игру, а затем, если они захотят, они смогут посетить торговую площадку и совершить покупки в игре. Это можно сделать воспользовавшись опцией веб-3, которую предлагает Bearverse. Какая экономическая система игры? Такс-такс-такс. Игроки получают жетоны за убийство монстров, выполнение квестов и специальных событий. Эти жетоны они могут потратить на внутреннеигровые бустеры, внутреннеигровые мутагены на боевые пропуска и так далее. Что делает Bearverse уникальным последствиями с другими играми? Типа, играя, зарабатывай. Команда проекта строит урочно на NFT Beers, которые будут доступны из любой игры Bearverse. Жетон привязан ко времени игрока. Например, игрок запустил игру и провел 5 минут в командной битве на своем Android-телефоне. Затем он играл в игру, основную на распределении дополнительной реальности. А потом, возможно, играл в симулятор фермера. Переключение не имеет значения. Вознаграждение в виде токенов приходит за все время. Это время и является одним из уникальных моментов. Как насчет внутриигровых NFT? Эмбрионы и NFT Beers, которые позволяют игрокам получить персонажей из NFT. Существует множество возможных атрибутов, таких как силы, интеллект, уникальные пассивные и активные способности, а также принадлежность к клану или классу. Все они будут генерироваться случайным образом на этапе чеканки. Опять же, это бесплатная игра и каждый может играть, используя только обычных медведей. Но NFT Beers позволяет игрокам начать получать прибыль. Какие особенности есть у NFT Beers? На данный момент есть пол из 30 пассивных и активных способностей и некоторые планы по его расширению. Для каждой из этих способностей есть визуальные эффекты, звук и анимация в 3D. Команда игры планирует создать 198 уникальных медведей, 11 кланов, 6 классов и 3 редких типа, редкие, эпические и легендарные. Как заработать на NFT Beers? Игроки могут купить медведя на рынке и скрестить его уже с имеющими у них медведями. Этот новый медведь также может быть продан на торговой площадке. Это убивает сразу двухзадь, с одной стороны игроки зарабатывают деньги, с другой стороны грамотно объединяет свою команду для прохождения уровня и событий. Вот примерно так. У меня могли быть некоторые ошибки, если что в комментариях можете указать. По ссылочке в описании будет Beersverse, там их дискорд, все такое. Мой телеграм-канал. Кстати, у Beersverse можно там поучаствовать во всяких турнирах. Проходит практически каждую неделю. Так что советую всем подписаться. Удачи и будьте аккуратны.